Майнинг по-дагестанскому У кого-то газа нет, а у кого-то с избытком. Уфас Дагестана проверит обоснованность повышения цен владельцами заправок на газомоторное топливо. Дагестан. Центр незаконного майнинга СКФО. Республика занимает первое место в среде субъектов СКФО по числу выявленных незаконных майнинг-ферм. Только за последние несколько дней в горных районах были обнаружены две такие фермы. Всего за 10 месяцев этого года в республике зафиксировали 19 фактов теневого подключения к сети при добыче криптовалюты. По официальным данным, общий объем похищенного электричества превысил 41 млн кВт-ч. Страсти по газу. Жители двух районов Махачкалы устроили массовые акции протеста из-за отключения газа. Напомним, что после пожара, который произошел 22 ноября по проспекту Амитхана Султана, в Ленинском районе был введен режим чрезвычайной ситуации. Аварию ликвидировали, однако голубое топливо в квартиры горожан так и не подали. Подробности в материале о Сильманаповой. Это бардак вашей организации. Решайте у себя, а нам газ дайте. Терпение жителей города по проспекту Амитхана Султана на исходе. Вот уже 11 дней в их дома не поступает газ. В холодные и теперь уже зимние ночи электричество не спасает, пока горожане нашли единственный выход – перекрыть дорогу, чтобы их услышали. На место протеста подтянулись силы полиции, представитель столичной мэрии и газовой компании. У газовиков своя, правда, у людей своя. Никакой исполнительно-технической документации на данные дома не представлено, потому что ее нет. Подождите, дайте сказать. Данные дома многоквартирные на баланс города не приняты. Вы, наверное, имеете кое-какие свечи о регистрации права собственности. Но вы должны, если у вас есть данные документы, вы должны их представить Газпром Межрегион ГАЗ, потому что данные дома до сих пор не присвоены адреса. У вас у всех по 2-3 адреса. Однако жителей такой ответ не устроил. Вопросов стало еще больше. Что? Смотрите сюда. У нас железный шланг, железная труба. Я плачу больше 5 лет за газ. Контролер приходит каждые полтора месяца, проверяет. Каждый месяц. Листочек, листочков. Я из питания. Куда я плачу? Палка двух концов. Лицевые счета вы незаконно открыли, но при этом вам как не даетесь, у вас лицевого счета нет. А как тогда? Получается, открываем незаконно, не открываем тоже газодоемно. Они вообще хотели и не хотели. Да, ничего не надо хотеть. Пока дом не взорвался, они про нас не вспоминали и не знали. Пусть и дальше забудут о нас. Газовики ссылаются на то, что нужно в каждом доме провести проверки, а людей зачастую нет в квартирах. Это, по их мнению, задерживает процесс подачи газа. На встречу с людьми приехал и мэр Махачкалы. Салман Дадаев распорядился создать на месте оперативный штаб из представителей администрации и газовой компании, чтобы закончить процедуру обследования квартир в короткие сроки. Мэр призвал жителей обеспечить доступ к квартире и подготовить все имеющиеся документы. Пожалуйста, предоставить доступ к квартире, показать все газовое оборудование. Оборудование не смотрят. Я же говорю, от нас поставим им человека. К каждому представим человека, что сейчас, сейчас, до вопроса тоже войдет. Если вдруг такая ситуация, что газовое оборудование не соответствует, это тоже газовики возьмут на себя и сделают переоборудование и перезрезку. Столичный городоначальник адресовал справедливые претензии начальнику юридического отдела газовой компании, который, к слову, на встречу с митингующими пришел один. Это заключение нам запрещает проводить подключение газа до момента устранения. Так что, Салман Кадеевич, давай сегодня, вот сейчас идем, пойдем, устраним эти нарушения, приступим. Вы говорите, что... Подожди, где ГРУ Махачкала? Вызывайте их сюда. Вызывайте их сюда. Давайте сейчас. Берите акты. Мои сотрудники здесь присутствуют. В каждую квартиру зайдем, акт составим. Есть здесь необходимость переоборудования. Приступим к переоборудованию. Мне не надо, Салман Кадеевич, рассказывать. Вот ей расскажите это. Наружный газопровод неправильно проведен. Кто его? Наружный газопровод вы проводили? Наружный газопровод. Я не знаю, когда вы его перепроводили. Из-за этого у нас есть заключение специализированной организации, которая запрещает нам проводить подключение до момента устранения. Ночную акцию протеста на Амитхана Султана утром подхватили и другие оставшиеся без газа горожане. Более 50 жителей домов степного поселка остановили движение на въезде в город в районе Кольца МФЦ. Сотрудники ГИБДД с трудом, но все же наладили движение, уговорив людей отойти от проезжей части. Асель Манапова, новости ННТ Махачкала. Наружные пожарные гидранты и наличие в продаже пиротехнических изделий на рынках Махачкалы проверили сотрудники МЧС. В ходе рейдовых мероприятий на торговых точках в Атриуме и в Дагпотребсоюзе особое внимание было уделено соблюдению требований по обеспечению беспрепятственного проезда специальной техники к территории. Отметим, что подобные проверки проходят на всех крупных торговых объектах республики. В ходе мероприятия выявлены незначительные нарушения, связанные с внутренним водоснабжением, незавершенные системы пожарной сигнализации, системы дымоудаления. Руководству данного рынка будет выдано предостережение и установлены сроки для устранения данных нарушений. Уфас региона проверит обоснованность в повышении цен на газомоторное топливо. Есть предпосылки, что некоторые участники рынка находятся в сговоре. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и ЖКХ Дагестана. Обращение о проведении проверок на предмет нарушения антимонопольного законодательства направил в Рио министра энергетики Резван Мурадов. Важность корректировки цен он объяснил повышением напряжения среди автовладельцев. Ранние власти Дагестана просили владельцев АЗС снизить цены на топливо. 12-й республиканский фестиваль творчества инвалидов прошел в Махачкале. В актовом зале юридического колледжа ДГУ дети с ограниченными возможностями здоровья подготовили выступление. Около 180 воспитанников совместно со своими педагогами показали хореографические и вокальные номера, а также драматические постановки. По словам организаторов, цель фестиваля не только развитие творческих способностей детей-инвалидов, но и распространение информации о проблеме образования детей с множественными нарушениями в развитии и привлечение внимания общественности к данной проблеме. ДГУ у нас очень много номеров, уже около 9 номеров, и мы стараемся задействовать всех деток. Для нас это очень важно, чтобы каждый ребенок участвовал в творческой какой-то деятельности, потому что это очень развивает. Особую важность имеет развитие всех познавательных сфер. Если говорить о занятиях в классе, то они отличаются от такой непроизвольной деятельности, когда ребеночку непроизвольно приходится использовать те или иные психические процессы, исполняя какую-то роль в танце. То есть это и память, нужно запомнить очередность, нужно запомнить, когда он должен выйти, в какой момент, что он должен сделать и так далее. Зачастую наши таланты скрыты настолько глубоко, что вытащить их бывает очень трудно. А вот эти дети, например, с синдромом Дауна, как у меня ребенок, девочка, ну и аутичные дети тоже, это помогает им социализироваться, выявить их таланты, вытащить то, что сидит глубоко внутри. И подобные мероприятия также помогают тому, что общественность видит наших детей, они принимают их в свое общество. Если зачастую раньше дети сидели по домам, их никто не замечал, то теперь, вот, например, наших детей, да, мы видим, что из них можно вытащить, можно добиться чего-то. Наши дети выступают, участвуют. Одиноких, лежачих, больных и прикованных к инвалидной коляске жителей Дзербенского района посетили работники комплексного центра социального обслуживания. Продуктовые наборы и сладости при финансовой поддержке одного из депутатов Народного собрания получили 190 маломобильных людей, в том числе и 26 детей-инвалидов, находящихся на дому. Мероприятие было организовано в честь Международного дня инвалидов. И к спортивным новостям. Дагестанский боксер Заур Абдулаев проведет 16-й поединок на профессиональном ринге. 22 февраля в Екатеринбурге спортсмену предстоит защита титула WBC Silver. Соперником 27-летнего Каспищанина станет экс-чемпион мира в трех весовых категориях Хорхи Линарес из Венесуэлы. Поединок пройдет под эгидой компании RCC Boxing Promotions. Напомним, пояс чемпиона мира по версии WBC Silver в легком весе Заур Абдулаев завоевал в сентябре этого года, победив Деяна Злотичанина из Черногории. Воспитанник дагестанской школы бокса одержал 14 побед в 15 проведенных боях. И на сегодня это все. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. Всего вам доброго и до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин